Начался 11-й год трагедии. В аэропорту Домодедово произошел теракт. В результате взрыва 37 человек погибли, около 200 пострадали. Среди жертв трое ярославцев. Один скончался в аэропорту, двое были ранены. Бомбу в действие привел террорист-смертник. Спустя неделю город облетает очередная срочная новость. На проспекте Ленина 20 рухнул жилой подъезд. Пострадали 18 квартир, 7 из них полностью разрушены. Жертв избежать не удалось. Под завалами погибла 85-летняя жительница дома. Причина ЧП – нарушение правил ремонтных работ в квартире на первом этаже. Одиннадцатый добавил в лексикон ярославцев слово «недотоп». Зима была холодной и батареи в квартирах горожан тоже. Мы научились считать гикокалории и рассмотрели все трубы от поставщика до квартиры. Виновницей в нетеплом отношении к жителям власти и следствия назвали ТГК-2. В феврале в Первом русском театре смена руководства. Пост директора покинул Борис Мездрич. Вместе с которым ушел Сергей Пускипалис. Глафреш театра, кинозвезда и обладатель Серебряного медведя на Берлинском кинофестивале за фильм «Как я провел этим летом». Директором Волковского министр культуры Авдеев назначил Евгения Марчелли. В марте в Ярославле открыли цирк, с которым вышел цирк, как бы нелепо это ни звучало. Спустя три месяца после презентации его снова закрыли. Представления шли, но здание не было введено в эксплуатацию. Кроме того, не соблюдались правила пожарной безопасности. Работа возобновилась лишь в октябре, когда все решения цирк все-таки получил. А в декабре там сменилось руководство. Директора Трахтенберга сделали худруком. Этот год запомнится народной активностью. После выборов люди стали выходить на площади. С этого 11-й и начинался. В марте по всей стране свое право на бесплатную ловлю отстаивали рыбаки. Решение, где ловить, сколько и за какие деньги, так и не приняли. Ко дню космонавтики Ярославль открывал планетарий. Стройка тысячелетия дождалась другого юбилея. Полвека с полета в космос Юрия Гагарина. Сегодня благодаря технологиям нового планетария между планетами перемещаются тысячи горожан. 11-й отметился важным днем рождения. 75 лет исполнилось в Ярославской области. Письмом жителей региона поздравил президент России Дмитрий Медведев. Строили, строили и, наконец, построили. Летом в Ярославле открылся перинатальный центр. Огромный многоэтажный центр, рассчитан на 4 тысячи родов в год. У каждой мамы отдельная палата с телевизором и интернетом. А благодаря современному оборудованию выживаемость сложных деток должна повыситься. В конец июля в Ярославскую епархию назначен новый архиерей. Решением Синода во главе с Патриархом им стал архиепископ Фантилиимон, до этого возглавлявший Ростовскую и Новочеркасскую епархию. Владыку Кирилла архиереем направили в Свердловскую область. Позже обоих архиепископов глава РПЦ рукоположил в метрополитов. Ярославская милиция, как и вся российская, стала полицией. Прежнюю аббревиатуру удалось сохранить только ОМОН. Но ненадолго он стал ООН, отряд особого назначения. Сейчас этих бравых ребят называют отрядом мобильным особого назначения. Все события 11-го меркнут перед одной трагедией – гибелью локомотива. 7 сентября самолет с команды разбился в туношнее. Причиной крушения названа ошибка пилотов. Сегодня возрожденный локомотив играет в высшей хоккейной лиге. А мы помним, нам будет не хватать вас, ребята, и много лет спустя. На исходе года из Ярославля улетела чайка. По итогам выборов первая женщина-космонавт Валентина Терешкова стала депутатом Госдумы России 6-го созыва. В Рыбинске необычно попрощались с 11-м годом. Там устроили шествие Дедов Морозов. Они шагали по главной улице с оркестром, дарили горожанам праздник, а потом зажгли главную новогоднюю елку Рыбинска. В Ярославле подобных креативных торжеств пока нет, зато не прерываются хорошие традиции устраивать новогодние елки для детей от губернатора и мэра. Остается пожелать, чтобы все желания, ребят, загаданные там, сбылись. А взрослым телезрителям, как и нашим коллегам, в 12-м году хороших новостей. Илья Барабанов. Татьяна Волкова. Городской телеканал. Редактор субтитров А.Семкин